Глава Люберец Владимир Ужицкий ответил на вопросы жителей городского округа. Встреча прошла в дистанционном режиме. Обращения к сотрудникам администрации поступали через социальные сети и по телефону прямого эфира. Какие ответы получили на свои вопросы люберчане, расскажет наш корреспондент. Перед тем, как приступить к диалогу с жителями, Владимир Ужицкий выступил с отчетом. Основной, на что обратил внимание глава Люберец, ситуация с коронавирусом и ход массовой вакцинации в округе. У нас заболело 6657 человек. Сегодня пока госпитализировано и лежат в стационарах 182 человек. На домашнем лечении 919. Выписано 5216. И умерло, к сожалению, 340 человек. В настоящее время у нас вакцинировано 8358 человек. Должно вакцинироваться, чтобы получили коллективный иммунитет не менее 60% населения. Следующий блок – зимнее содержание территорий. Уборкой люберецких дорог занимаются 8 подрядных организаций. А за состояние придомовых зон отвечают 66 управляющих компаний. У жителей городского округа накопилось по этой теме немало вопросов. Семёнова Анна задаёт вопрос. Значит, крайне неудовлетворена уборка территории около торговых объектов. Особенно крупные торговые сети. Магнит улица, шоссей на улице, Дикси, Пятёрочка на всей стороне города. Адреса, которые вы сейчас указали, мы завтра же проедем, просмотрим и примем все необходимые меры для уборки данной территории. Затронули люберчане и тему строительства социальных объектов. Жители ЖК Томилина ждут появления детского сада и школы. В конце года Минжилполом была утверждена новая концепция проекта планировки территории ЖК Томилина. Значит, там планируют школы на 2300 мест, садиков мест на 1110 и поликлиника на 300 мест. Обсудили также работу общественного транспорта, учреждений здравоохранения и планы по благоустройству парковых зон. Встреча с главой округа продлилась полтора часа. Все вопросы сотрудники администрации взяли в работу. Луиса Егезаря, Сергей Гвоздев, Денис Оугольников, телеканал ЛРТ.